Трудолюбие и любовь к своему делу. Именно эти навыки делают работы Альбины Торченовой. Такими уникальными помогают отразить историю Владикавказа с особой точностью. Художница собственноручного создает из глины воска и красок примечательные издания старого города. О главной цели и о том, что вдохновляет, узнавала Сабина Гатагова. На Джина одном книге бывший. Это зеркальный наш. Это русский театр. Он когда-то был такого цвета. А еще кинотеатр «Родина», ЗАГС, филармония, музей Туганова Альбину Торченову не перестает вдохновлять уникальная архитектура старого Владикавказа. Она умеет замечать мельчайшие детали фасадов зданий, которые невооруженным глазом заметить практически невозможно. Кружева на балконе, форма дверей окон. Каждая миниатюра – настоящее произведение искусства. Желаемого результата порой приходится добиваться часами, а то и сутками. Я подхожу к нему, долго смотрю на него. Это же миниатюра. Я не могу даже всех масштабов соблюдать, потому что если я сделаю большой дом, и это будет некрасиво, а чем меньше, тем лучше смотреться. А если в доме архитектура сложная, то в маленьком виде она не будет смотреться. Вот этот вопрос нужно решить, конечно. Потом я его фотографирую, домой прихожу, естественно, зарисовываю, выбираю масштаб нужный и делаю плоским фасад из пластилина. Вот эта работа самая сложная и самая трудоемкая, потому что она длится дня два-три. Творческий потенциал мастерицы был заметен еще в детстве. Из привычных вещей всегда старалась создать что-то необычное. Причем использовала разные материалы – воск, глину, краски и даже шерсть. В ее коллекции вышивка, игрушки, расписные тарелки. Сегодня ее многогранному таланту подвластны многие направления. Секрет ее успеха не только в трудолюбии, но и в трепетном отношении к любимому делу. Именно поэтому каждая миниатюра автора хранит свою большую историю. И рисовала, и вышивала, и шила, и вязала. А потом потихонечку начала выбирать то, что мне больше нравится. В моей жизни был и войлок. Причем я делала серьезные работы – и пальто, и пиджаки, которые можно носить. В умелых руках Альбины Борисовны обыкновенная глина превращается в макеты исторических зданий, посуду, колокольчики. Удается создавать даже человеческие фигуры. Есть и особо полюбившиеся миниатюры. Люблю очень русский театр. Он такой миленький получается. Маленькие статуэточки, ну буквально 3 сантиметра. Именно они, да, вот они именно той эпохи, когда вот эти дома строились. Они в длинных платьях, там, в шляпах, с цветочками. Мне их очень интересно. Автор коллекции решила не останавливаться на достигнутом. Ее главная цель – воссоздать проспект мира в полном его объеме. Сабина Катагова, Давид Бетиев. Новости Осетии.